Дома не обслуживают, зато деньги собирают. Что делать с беспределом управляющих компаний? Подальше от войны. Семеро детей, родители, бабушка и две кошки. Приемную семью в полном составе из Горловки приютили в Калужской области. Радость материнства на радость всему Обнинску. В Наукограде затяжной детский бум. И застывшая история. Великое стояние на угре с запахами. Будет запах свежей с кушаной травы. И даже вкусами скоро появится в Тихоновой пустыне. В центре внимания санкции. Активно обсуждались в эти семь дней ответные меры России. Что ждать региону в связи с запретом? Наряд продовольственных товаров из Евросоюза, Норвегии, Австралии, Канады и США. Об этом говорили на совещании членов областного правительства. Напомним, в черном списке говядина, свинина, птица, копчености и колбасы, молочная продукция. Кроме того, рыба, овощи, фрукты и орехи. Санкции пойдут на пользу калужским производителям, уверены в Министерстве конкурентной политики региона. Что по этому поводу думают калужане, в сюжете Ольги Золотиной. Пока на прилавках все те же бренды. И спрос на продукцию остается без изменений. Покупатели наслышаны о жестком ответе на западные санкции. Скоро с прилавков исчезнет добрая доля импорта. Но по-прежнему большинство калужан потребительскую корзину наполняет без излишнего ажиотажа. Не гонятся за последними остатками зарубежной роскоши. Стараюсь свои покупать отечественные. А чем они лучше? Да не знаю, надежные. Мы патриоты своей родины. А санкции на вас не скажут? Да, прям. Ну посмотрите, Козельская, Обнинская, Козельская. Вот смотрите, сколько бабушек сидят и сколько продают свое домашнее. Хорошие огурчики, хорошие помидорчики, хорошие яблочки. Хорошо, когда свой товар. А когда шурой, где взять шурой-то? Обеспечить, дай бог, уже 42 года. Обеспечить жизни. И картошкой, помидорами, огурцами, все, что хочешь есть. Калужским производителям санкции даже на руку. Теперь на их продукцию, наконец, обратят внимание. Силами одних местных предприятий можно накормить всю область. Уровень самообеспечения мяса 83%, молока 89%. Такой же показатель по овощам. А картофеля вообще 115%. Для полной самодостаточности не хватает фруктов и рыбы. На сегодняшний день в наших магазинах порядка 200 наименований являются импортом. По группам это 20% фрукты, 30% алкоголь, 30% колбасные и молочные изделия. На сегодняшний день мы активно занимаемся переговорами с местными поставщиками по замещению по группе фрукты и овощи. Покупатель не увидит отражения на своем кошельке введенных санкциях. Мы будем, естественно, восполнять наш магазин товарами отечественного производства. У нас много подсобных хозяйств. А рыба, фрукты, которые недостаточно производятся в Толу-Урсской области, как в Соколе? Существует ряд стран, с которыми мы будем работать именно по этой продукции. Поэтому в этом мы тоже проблемы никакой не видим. А вот в Европе уже начали жалеть об испорченных отношениях с Россией. Компартия Греции, к примеру, отправила послание депутатам Европарламента, в котором протестуют против санкций в отношении нашей страны, так как страдают в первую очередь они сами. Теперь по тысячам греческих малых и средних фермеров, особенно производителям фруктов и овощей, главным рынком поставок которых была Россия, нанесен сокрушительный удар, так как их неореализованная продукция гниет на складах. Об отмене санкций заговорили в Германии. Глава фракции левой партии в Бундестаге раскритиковал местное правительство за слепую поддержку США. Ошибка канцлера заключается в том, что она идет на поводу у Обамы. Обама постоянно говорит об экономических санкциях, но они бьют по нам, а не по США. Понимают ли они, какую цену нам придется заплатить, когда, например, под запрет попадают наши овощи и фрукты? И это решение вызвано теми самыми экономическими санкциями. Пока санкции на ряд продуктов введены всего на год, калужане должны прожить его без потерь. Потребительскую корзину наполнят местные производители, а от взлета цен власти обещают защитить жестким контролем. Ольга Золотина, Александр Комиссаров, Александр Бурылкин, Илья Хромов, телекомпания НИКО-ТВ. На заседании областного правительства тем временем обсудили перспективы социально-экономического развития Калужской области в ближайшие два года. Подъем экономики будет связан не только с открытием новых предприятий. Традиционные, в свою очередь, увеличат объемы продукции. Также ставка делается на развитие инжиниринговых центров, которые оказывают различные инженерно-консультационные услуги, ведут научные разработки. Стимул получит малый бизнес и сельское хозяйство. Рыба в области будет, овощами накормят людиновские теплицы. Молочных ферм в регионе тоже достаточно. Вот только фруктовая перспектива пока не такая сладкая. Везде, где у нас есть сады, которые на сегодняшний день не используются, они сейчас все будут востребованы. Значит, надо специальную программу областную сделать, причем краткосрочную, в течение одного-двух лет, чтобы она работала. И сады все привести в порядок и начать эксплуатировать. И, может быть, и новые надо высаживать. К слову о сельском хозяйстве. Взялись за него сейчас плотно и успешнее всего в Калужской области. Оно возрождается в Боровском районе. Выявляли это в ходе ежегодного конкурса, который призван простимулировать сельских тружеников на новые рекорды. В этот раз награды получили сотрудники колхоза «Москва» и машино-технологической станции. С передовиками сельхозтруда познакомилась Олеся Утятникова. Награды за сельхоздостижения комбайнера Андрея Плотникова и двух его коллег застала прямо на рабочем месте на поле пшеницы и ячменя. Сын сельских тружеников Андрей Плотников – универсальный водитель. Зимой он таксист, но в сезон полевых работ уже 10 лет подряд пересаживается на комбайн. Интересно, конечно, убирать. И время быстрее летит. Лишь бы, чтобы на поле что-то было убирать. И вот как-то интересно, не знаю. Разнообразие блюд для коров молочных пород. Главный агроном Ирина Полякова о сельхозкультурах, будь то пшеница или овес, знает практически все. Трехкратная обладательница звания лучшего агронома области своей профессии посвятила 34 года. Но говорит, здесь ни один день не похож на другой. У нас каждый день – это опыт. Это опыт. Прошел там, допустим, какая-то работа прошла, там химпрополка. Ага, мы смотрим результат. По срокам, по предшественнику. Очень интересно, конечно. Знаете, бывает там тяжело очень, что пропади все пропадом, как говорится. Но это у всех, я не знаю. Ну, чтобы уйти, нет, не было. Этот конкурс как стимул для работников сельхозтруда. Трудовое соревнование за возрождение села проходит 7 лет. За них комиссия профсоюза объехала поля многих районов и наградила более полусотни передовиков производства. Нашей задачей профсоюзной организации явилась показать работу человека труда. Показать во всей его красе, как он красиво работает. Сельское хозяйство возрождается, я так хочу сказать. А мы делаем частичку своего труда, чтобы показать, что сельское хозяйство живо, будет жить и крепко будет жить. Качество корма для животных как залог качества молока. Производство по самым современным технологиям, уверяет руководство колхоза, в котором молоко своих коров доверяют только собственному заводу. Это молоко, полученное на своих фермах. Молоко, полученное естественным путем, на качественных кормах и без каких-либо давалов. То есть это настоящий натуральный продукт и его качество мы гарантируем. Здесь гордятся людьми и их трудами. От сева до расфасовки продукта. Конечный результат молока и молочные продукты продают сетевые магазины, что в связи с запретом на ввоз импортной сельхозпродукции особенно актуально. Олеся Утятникова, Леонтий Ким, телекомпания НИКТВ, Боровский район. Замените импортную продукцию и комплектующую военного назначения на российскую. С таким предложением выступил заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин на международном форуме, который прошел в Жуковском. Самые современные технологии машиностроения, а также образцы военной техники. Вице-премьер подчеркнул, что наша страна не собирается закрываться от зарубежных партнеров и готова к операции. Но вместе с этим цепочка производства и доставка потребителю необходимых узлов и комплектующих без временного разрыва должна быть локализована на территории страны. Татьяна Зимушина подробнее. Более 200 российских и 8 иностранных компаний демонстрируют свою продукцию во всей красе. Отечественные же кузницы военной мощи еще и пытаются убедить, что производство не стоит на месте. Ракетные системы С-400, самоходные гаубицы с дальностью стрельбы 25 километров. Причем к плечу стоит уже традиционная для вооружения техника и новички, еще не бывавшие на полигонах. Два бронированных автомобиля «Урал» – последние достижения завода. Их войсковые испытания начнутся только осенью и обязательно пройдут успешно, заверяют разработчики. Теперь машины не боятся ни обстрелов, ни мин. Близнецы «Урала» отличаются только степенью защиты. Здесь, например, одна только дверь весит 110 килограммов. Внутри минимум электроники и комфорта, зато чувствуешь себя в полной безопасности. По задумке создателей, в «Урале» свободная компоновка. Можно монтировать разные комбинации оборудования, превращая транспорт в полноценную боевую машину. Часть комплектующих будет производиться в Калуге. КЗТА в следующем году планирует поставлять Челябинскому заводу системы связи. Оборудование связи для вооруженных сил нашей страны никогда не будет невостребовано. Оно отвечает всем требованиям, которые предъявляются стороны Министерства обороны и Министерства чельчайных ситуаций. Наши конструктора стараются держать ее на высоком современном уровне. Для обороны экспо в КЗТА сделали даже собственный бронетранспортер. Правда, олицетворяет он не боевую мощь, а возможности обработки металла. По специально написанной программе «Умный станок» выточил модель БТРа из алюминия. Часть АКУ в области весьма характерна. Оно постоянно весьма характерно для наших предприятий. Потому что им есть что показать, есть определенные достижения, которые можно сейчас демонстрировать и использовать как в отечественных вооруженных силах, так и они имеют определенный экспортный потенциал. Приехали на выставку еще два калужских предприятия. «Уминская технология», выпускающая современный материал, и «Калужский исследовательский радиотехнический институт». В нем делают приборы, ослепляющие противника в бою. Нажатием кнопки радар врага превращается в абсолютно бесполезный прибор. На заканцовках крыльев под фюзеляжем размещаются три контейнера. Это именно контейнеры радиоэлектронной борьбы. Их задача – дезориентация противника в процессе полета, то есть либо полная маскировка летательного объекта, либо имитация различных целей для невозможности взять его на сопровождение и атаке. Также прикрытие отдельных групп летательных аппаратов, которые могут работать и находиться по соседству. Специально нашему полигону «Камаза» посвящают парное пересечение броды. Огонь, вода и бетонные трубы. Отечественная техника покидает выставочные пьедесталы и отправляется в привычную ей обстановку испытаний и трудностей. «Уралы» посвящают композицию «Три богатыря». Браво! Уралы! Или, если хотите, русская тройка. Подобные тройки летит вперед государственная корпорация «Ростех», объединившая традиции инноваторства российского автомобилестроения. Непобедимые и легендарные показали далеко не все свои возможности, но зрители остались довольны. Среди них американский актер Стивен Сигал. Герой многих блокбастеров смог убедиться, что русские выставки и форумы не менее захватывающие, чем американские боевики. А техника всегда готова к бою и дальнейшему совершенствованию. Российская оборонная отрасль в ближайшие два года рассчитывает избавиться от использования зарубежных компонентов. Татьяна Зимушна, Леон Ким, телекомпания НИКТВ, Московская область. И вернемся к санкциям. Уже сам Киев теперь намерен запретить въезд в страну российским артистам, которые были замечены в антиукраинских настроениях. Первоначально говорилось о полтысячи человек, затем всего о 14. Имена персон Нонграта пока держатся в секрете, но пользователи социальных сетей составили свой список предполагаемых запрещенных на Украине знаменитостей. В их число вошли Валерия, Никита Михалков, Михаил Боярский, Иван Хлобыстин, Сергей Безруков. Есть в предполагаемом списке и Леонид Ермольник. Незаслуженный и ненародный, как он сам себя называет, артист в серьезность такой перспективы не верит. Ну и вот, как он прокомментировал это решение для нашей телекомпании. Я думаю, что ваш вопрос преждевременен, поскольку я все-таки надеюсь, что они этой глупости делать не будут, потому что если в этот список будут входить ведущие деятели культуры России, а их нельзя рассматривать как деятели культуры России, то все равно это общее пространство. И та болезненная ситуация, которая сейчас присутствует, она никак в историческом смысле не разъединяет. Украину, Россию, это одна семья. Поэтому мы такие же деятели культуры России, как и Украины. Это ужасно глупо, это почти как-то по-детски, кого-то не пускать в наш двор. Это странно, я надеюсь, этого не будет. Я не исключаю, что это кто-то из «доброжелателей» запустил такую утку, что Украина делает такой список. Я надеюсь, что это глупость. Меры более чем странные и необоснованные. И главное, что большинство санкций, принятых против России, для большинства этих же стран оказались очень затратными. А того еще более непонятно, сколько это все будет продолжаться. Отойдем от санкций, перейдем к делам внутри страны и региона. Федеральные власти решили еще одного года заморозить перечисление пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды. В 2014-2015 годах все страховые взносы будут направляться только на формирование страховой пенсии. И она, когда придет время, будет назначаться с учетом этих сумм. Решение коснется всех работающих жителей Калужской области моложе 48 лет. Со страховыми взносами, перечисляемыми гражданами в рамках программы государственного софинансирования пенсионных накоплений, никаких изменений не произойдет. Они по-прежнему будут направляться на формирование накопительной части пенсии. Я считаю, что это совершенно правильное решение. И при этом, что очень важно, вторым вопросом нужно подчеркнуть, что права граждан, застрахованных лиц, при этом не страдают. Так в 2014 году и в 2015 году вот эти 6% пунктов, которые по желанию гражданина могли уйти в негосударственный пенсионный фонд, они перейдут и будут у нас учтены в будущей страховой части пенсии. В скором времени будет больше таксистов, которые сами будут платить за оказываемые услуги. Это еще одно предложение, выдвинутое на федеральном уровне. Согласно ему, в России собираются увеличить штрафы для водителей, которые без лицензии перевозят пассажиров. В административный кодекс уже предлагается внести соответствующую статью. Согласно ей, штраф составит 25 тысяч рублей за повторное нарушение 30 тысяч. Кроме того, нарушители могут лишить прав на срок до полугода. В ближайшее время законопроект рассмотрят в Госдуме. Вот только согласны с таким подходом далеко не все. Вот как прокомментировал эту инициативу председатель движения автомобилистов России Виктор Пахмелкин. На мой взгляд, сегодня требования к такси чересчур ужесточены. Не должно быть такого бюрократического и коррупционного порядка, который существует сегодня. Фактически, на мой взгляд, человек, который хочет заниматься частным извозом, должен зарегистрироваться только как индивидуальный предприниматель. Ну и понятно, что транспортное средство должно быть в порядке. То есть там должно быть оформлена ОСАГО, а значит и техосмотр и так далее. Все. За пределами этого, как мне кажется, никаких других требований к частному извозу быть не должно. Но попытки взвинтить, поднять штрафы ничего не дают в условиях той же самой коррупции. Потому что в борьбе с любыми нарушениями главное это не жестокость наказания, не суровость его, а его неотвратимость. Да и поймать всех этих частных извозчиков, это надо огромную армию полицейских. То есть, слава богу, чем еще заниматься, есть более опасные правонарушения. Калужская область по-прежнему открыта для переселенцев из Украины и, согласно квоте, должна еще принять 4,5 тысячи человек. Это почти тысячи человек в месяц, которых надо где-то поселить. Такую информацию озвучили на заседании областного правительства. На каникулах можно задействовать школы-интернаты, но впереди начало учебного года, а значит надо искать другие варианты временного размещения. В связи с этим мне хотелось бы обратиться ко всем, кто нас слышит, оказать посильную помощь в приобретении, в том числе и оборудования. Под пункты временного размещения мы будем задействовать учреждения, которые в свое время закрыты, будем их восстанавливать и делать там пункты временного размещения. И как вариант решения проблемы, на этой неделе появилась информация, что Совет при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека предлагает упростить порядок предоставления статуса беженца и временного убежища гражданам Украины, прибывшим из зоны вооруженного конфликта. Еще одно предложение трудоустраивает их еще до получения соответствующего разрешения. В Калужской области ищут временное убежище более двух тысяч граждан Украины. Для решения проблемы их трудоустройства в Кондрове и Сосинском провели ярмарки вакансий. Особое внимание уделяли тем работодателям, которые предоставляют еще и жилье. Здесь же желающих консультировали специалисты из миграционной службы и пенсионного фонда. Подобная ярмарка собрала всех желающих и в Малорославце. По официальным данным в Дзержинском районе уже более ста человек. Мы вот известили сегодня о проведении мероприятий. Кто работает официально, еще таких нет, но как бы намерение на трудоустройство уже имеется. У нас хорошие предприятия. Это и Калужская птицефабрика, и Ремпутьмаш, и другие предприятия, которые готовы принять людей. Все нацелено на то, чтобы граждане были трудоустроены. Более я вам того скажу, Москва в ежедневном режиме мониторит данные списочно по каждому человеку, в каком он статусе и куда он трудоустроен, на какое предприятие, по какой профессии, с какой зарплатой. Взрослым необходимо жилье и работа, детям возможность учиться. Калужская школа готовится принять юных украинцев. К примеру, в приемной семье Марчук сразу пятеро учеников, и еще двое малышей детсадовского возраста. Покинув свою большую квартиру в Горловке, они нашли временное пристанище в спальном корпусе школы-интерната номер два, где уже живут десятки их товарищей по несчастью. Хоть немного подсластить жизнь, только вчера прибывшим беженцам попыталась наша съемочная группа. Когда супруги Марчук решили подарить своему первенцу двоих братьев и трех сестер, они и подумать не могли, что их приемная семья сама будет искать приют. Дом в Горловке, где у них было все для счастливой жизни, пришлось оставить, когда опасность стала максимально близка. Ну, сбежали практически, ну, действительно, из-под бомбежки у нас в двухсотах метрах от дома, разорвались снаряды последние, то, что у нас уже все, уже мы сидеть дома не могли в подвале, дети и так трое суток просидели, не вылезая оттуда, вот, и пришлось бежать, потому что не знали, что будет дальше. В данный момент у нас дом наш, но наша квартира еще целая, а соседнее крыло уже попали. Ну, выехали именно, когда уже город начали бомбить. Младшая Саша оставила дома игрушечную кошку, но зато семья не смогла бросить своих питомцев. Еще недавно шестилетний тигр гонял кошек во дворе, а теперь от переезда совсем не в духе. Ой, тихо! Вот и все, погладили. Старший сын Дмитрий печален и немногословен. Пять лет в спортивных бальных танцах, победы в том числе и международные. Но все награды мальчика остались в Горловке. Кубков три и медалей тридцать с чем-то. Я занимался пять лет. И чем нравилось? Ну, тем, что красиво, наряды. Его двоюродный брат, шестилетний Женя, тоже увлечен бальными танцами. Этот плюшевый заяц – подарок любимого тренера. С игрушкой мальчик не расстается. Женя привез его как талисман. Ну, бывает, у детишек лезет майка и штанишек на коленях по дыре от сражения во дворе. В майках и штанишках, тех, что на них были, они сбежали от настоящих сражений. Бабушка Марина Николаевна разучивает с детьми сказки и старается не терять самообладание. Потому что сказкой теперь кажется вся довоенная жизнь. Спасибо, здесь очень хорошо встретили. Такие все люди. Жалко того, что бросили там все, потому что годами наживалось. У нас там практически было все. Все заработано. Все у нас. Дом хороший. У нас дачный участок, у нас фрукты были свои. То есть дети ни в чем не нуждались там. И потом лишили нас всего практически. Вот мы в чем стояли, потом ехали. Что было потом, рассказывает самая старшая девочка Даша. Последние дни в родном городе остались как воспоминания тревоги и страха. На улице нельзя было выходить, потому что, если могло попасть в нас, мы все время сидели в подвале, чтобы, если что, сразу сидеть в надежном месте. Вы наслышали? Да, мы сидели. Как только слышали бахи, мы сразу сидели в подвале. Вещи, книги, игрушки волонтеры сразу обеспечили всем необходимым для летнего досуга. До учебы считанные недели и Паша и Митя грустят, что в сентябре с ними не будет их старых школьных друзей. У меня много друзей. Почти весь класс. У меня все друзья. У нас дух нету. Кроме одного. Ярослав, потому что он постоянно дерется. Сейчас в Калужской области чуть более 500 детей и подростков из горячих точек Украины. Половина из них уже обратилась в сады и школы с просьбой об устройстве. В садики пойдут в порядке общей очереди, а в школы примут всех и обеспечат бесплатными учебниками. В Калуге стараются создать условия для перевода в наши школы каждого такого ребенка. Мы дали уже соответствующие указания, поскольку системы образования Украины и России, они существенно отличаются. Наши школы получили соответствующие документы, которые позволяют им переводить систему оценивания существующих в украинских школах в нашу пятибальную систему. Это раз. И в том случае, если отсутствует документ об образовании, мы дали указание проводить промежуточную аттестацию для того, чтобы определить уровень знаний ребенка и класс, в котором он получал образование. Содержимое пакета с логотипом неизвестной им телекомпании отправляется на общий стол, где уже печенье от калужских волонтеров. В последнее время всем и так пришлось не сладко, а двое ребят свои дни рождения в конце июля по понятным причинам не отметили. Без заботы о будущем и беспокойства за прошлое здесь только дымчатые моти и полосатый тигра, который с кошачьей независимостью показал, что сейчас не время для гостей. Обнинск тем временем не успевает считать собственных малышей. С гордостью отмечают специалисты, только в июле зарегистрировано 152 новорожденных. Чем вызван такой прирост населения Наукограда узнала Ольга Золотина. Сюда приезжают рожать из других городов. Последнюю пациентку привезли с осложнениями из Нарафаминска. Прошел только час после трудной операции, и вот уже радость материнства затмила все пережитое. Такое счастье. Вот он лежит рядом. Что еще можно сказать? Только большое спасибо врачам. Доходит у нас до 65 родов в неделю. При этом надо учитывать, что у нас всего 1000 человек рождаются в городе Обнинске. То есть, таким образом, мы видим, что где-то половина – это иногородних. Этих опыт для нас очень приятны, потому что роды, вообще появление человека – это самое, может быть, замечательное, что есть в природе. Уровень рождаемости радует глаз обнинских статистов и без вмешательства иногородних. В прошлом месяце родились 152 малыша. Для сравнения, июль 2013 года подарил миру не более сотни наукоградцев. Причем молодые мамы все чаще становятся постоянными клиентками акушеров. Матвейка у Юлии уже второй сынишка. Она признается, на этот раз было даже волнительнее. Как для нее, так и для мужа с говорящей фамилией Орел. Муж поддерживал. Без него бы, наверное, не справилась. Поступили вместе, да, и как бы все подготовка к родам. Держал за руку. Поддерживал. Да, поддерживал. Ну, так и спокойнее супруги. И все, чтобы было легче в этом сложном деле, что называется. И потом уже, буквально спустя 10 минут после рождения, тоже взял его уже на руки. Когда вот ты сразу его уберешь, это по-другому. Это не так, как ты где-то, а вот его тебе привезли потом и все. Это счастье такое не описуемое. Лавры демографических взрывателей начальник ЗАГСа Виктора Репула отдает женщинам. Говорит со знанием вопроса. Пять записей о рождении в делах управления его личные. Очередной пример подал землякам совсем недавно. В его семье опять произошло пополнение. У меня все больше мальчики, а девочка одна. Так что одни сынами я практически. И сейчас тоже сын родился. Назвал Иваном. Ну, вообще-то, если честно, то всех детей называл я. А этого назвала жена. Ну, как бы имеет право, я не стал изражать. А шестой раз? Шестой раз, может быть, не зарекаюсь. Во всяком случае, это точно. Основной прирост населения начался еще в 2012 году. Не последнюю роль, считает руководитель ЗАГСа, сыграли социальные программы. Помимо государственных и областных стимулов, есть еще и муниципальные. Тысяча рублей при рождении каждого малыша и особая награда большим семьям. Признательность города Обнинска. То есть это знак, который вручается семьям, многодетным семьям, многодетным мамам, папам, которые достойно воспитывают своих детей. Естественно, эта награда подкрепляется и материально. Например, если семья из пяти человек, то есть папа, мама и трое детей, то выплачивается единовременная такая выплата, как 25 тысяч рублей. Обнинск – один из самых благополучных городов Калужской области по части демографии. В целом в регионе пока нет перевеса в сторону рождаемости. Хотя и прирост населения с каждым годом увеличивается. Ситуация в целом по стране примерно на том же уровне. По данным Равстата, естественное оболь населения за первое полугодие 2014 года снизилась по сравнению с тем же периодом 2013-го почти на 28 тысяч человек. Но говорить о том, что россияне дали фору костлявой с косой, пока еще рано. Ольга Золосина, Никита Богадов, Евгений Чурилин, телекомпания НИКТВ, Обнинск. Сухиничи отметили День города. Помимо праздничных торжеств, горожане получили главный подарок – долгожданную грамоту, подтверждающую высокий статус – населенный пункт воинской доблести. Знаменательные события здесь, как и во многих других городах региона, проходили Великую Отечественную. Главное действие в день праздника развернулось в Парке Победы, где сотни местных жителей стали свидетелями исторического момента. Между тем, район сегодня активно развивается. Только за последние пять лет отремонтировали около 200 домов, построили фок, заменили освещение, ремонтируются дороги, благоустраиваются скверы, сеют зерно, открывают новые предприятия. Ко дню рождения города в рамках программы по переселению из ветхого аварийного жилья возвели пять новостроек для 200 горожан. Первые ключи получили в разгар торжеств на улице Победы. Я вообще город Сухимович очень люблю, и я сам из города Жуково, и приезжаю уже в восьмой год сюда каждый день на День города. Здесь очень хорошо организовано, люди добрые вообще. Вы знаете, в городе стало в нашем намного лучше. Конечно, постарались, постарались. Очень много батутов, очень много для детей, развлечений, и всех этих выставок очень хорошо. Западный фронт открылся в Калужской области. Такое название получил первый международный военно-исторический лагерь, который начал свою работу в понедельник на Зайцевой горе. Организаторы долго выбирали место для такого масштабного мероприятия. В конечном счете, из трех наиболее значимых исторических мест решили остановиться именно на этом. Вахта памяти на Зайцевой горе будет проходить до 20 августа. Андрей Хорошаин побывал на месте накануне открытия. Скромный музей возле стратегически важной в Великую Отечественную дороги. Здесь находки, что поисковики подняли с земли на Зайцевой горе. Именно тут в 42-м и 43-х годах шли кровопролитные бои. В музее собраны экспонаты как советские, так и немецкие. Задача же его – попытаться более объективно взглянуть на события тех боев. Наступающие всегда несут большие потери, чем обороняющиеся. Когда Красная Армия перешла к обороне, то немцы потеряли ничуть не меньше, чем красноармейцы. Поэтому вот такие перекосы в исторической науке, они на сегодняшний день должны сживаться. И музей – место, одно из мест, которое как раз пытается показать, что все это не так однозначно, как пытались нам преподнести наши противники. Сама же вахта памяти начинается у мемориала «Взрыв». Наставление на путстве, на предстоящие поиски. Награждение отличившихся. Почтили и память павших воинов. Сам же лагерь, получивший название «Западный фронт», разбит на отряды. У каждого своя стратегическая задача. Например, здесь соблюдают историческое правдоподобие. И форма точно такая, как была на начало войны, и вооружение аутентичное. Пушка настоящая, поднята также поисковиками, восстановлена до рабочего состояния. То есть боевыми снарядами, соответственно, не стреляют, но полная имитация выстрелов. Поисковое движение – добровольческое. А значит, каждый занимается им в меру своих возможностей. Но есть и те, кто работает на постоянной основе. Например, Министерством обороны создан специальный батальон, который имеет возможность вести раскопки там, куда доступ остальным ограничен. Юноши, увлекающиеся поисками, могут пройти в этом подразделении срочную службу. У нас достигнута заговоренность с поисковым движением России о том, что поисковики, достигшие призывного возраста, призываются в 90-й батальон. В настоящее время у нас служат ребята, занимавшиеся до этого поисковой деятельностью. И потом, разумеется, выходя уже на гражданку, они становятся организаторами поисковой работы. Мы видим, что благодаря вот такому очень сильному, мощному подходу, который проявило Российское военно-историческое общество совместно с Министерством обороны, конечно, эта работа выводится на совершенно новый уровень. Здесь представлена просто образцовая организация с точки зрения, как, в общем-то, развертывания полевого лагеря. Современные технологии добрались и до Зайцевой горы. При помощи этих новшеств и производятся поиски. А вот сейчас видите, вот эти вода где? То есть это место не копанное, например, а вот эти места копанные, видно. Вот дороги, видно. Вот воронки, это авиабома. Это оборудование позволяет понять, где искать стоит, а где можно лишь бесцельно потратить время. Впрочем, эта техника не упрощает работу. Поисковики уже работают на 25 лет практически, и мы довольно много уже бойцов похоронили. Охороним мы тех, кого очень любят просто найти. И сейчас, используя вот эти всевозможные информационные технологии, мы начинаем искать более сложных бойцов, которые тяжелее найти. Еще одна отличительная особенность этой вахты памяти. Здесь проводятся лекции и мастер-классы. Криминалисты, историки и реставраторы помогут новичкам лучше понять основы. Сегодня у нас есть... прогуляйтесь по лагерю, посмотрите. У нас есть возможность изучить все основные базовые элементы, которые нужны для поисковой работы. Помимо того, что есть возможность обменяться информацией, есть возможность просто подружиться. Лагерь «Западный фронт» собрал около 500 человек, причем в гостях представители еще семи стран. В вахте памяти участвует и поисковик из Украины. И хоть приехал он в одиночку, но уже отыскал себе компанию. Тоже пару человек есть из Литвы, из Латвии, со стран тоже как представители. Вот я вместе с ними, объединенным, скажем так, отрядом. До этого приезжал, то я вот с московским отрядом ржав всегда с ними. Тоже отлично принимают и вместе занимаемся общим делом. У большинства поиск – это соединение активной гражданской позиции в отношении памяти павших. Это желание передать вот это уважение молодым людям. В лагере очень много молодых людей, это, собственно, наши последователи. Дружба с другими государствами, да, то есть это очень важно для нас. Поэтому здесь она и вахта международная. Как говорят сами поисковики, неважно, кто и откуда приезжает. Вместо разобщенности – слаженная системная работа. Все это, чтобы ничего не упустить и сохранить историю объективной. Андрей Хорошавин, Алексей Пехов, телекомпания НИКТВ, Борятинский район. 34-я школа Калуги будет реорганизована, подтвердили на планерке в городской управе. Решение принято из-за малого количества учеников, несоответствия помещения санитарным нормам и высокой стоимости аренды. Несколько лет назад здание школы сгорело. Для 250 учеников управление образования арендовало помещение у Калужского кооперативного техникума. Но с каждым годом учеников становилось все меньше, а аренда все дороже. На оставшихся 38 детей в год тратилось до 6 миллионов бюджетных рублей. При этом у школы нет собственной спортплощадки, столовой и медицинского кабинета. Зато есть проблемы с пожарной безопасностью. Всех учеников с 1 сентября готовы принять школу номер 6. В ближайшее время с родителями обсудят нюансы перевода. Делать с собой обязательно директора 6-й школы, чтобы она рассказала, как работает школа, какие достижения в этой школе, какие в школе условия для учебы. Я уверен, что мы найдем понимание у родителей ребят. Действительно, эта необходимость, она в первую очередь связана с тем, чтобы детям давали качественное, хорошее образование. Добавлю, что помещение, в котором школа номер 34 располагается сейчас, город планирует со временем выкупить, отремонтировать и приспособить под детский сад или начальные классы. И в продолжение темы. Сразу три школы областного центра могут вступить в новый учебный год с новыми директорами. Вот как эту новость нам прокомментировали в городском управлении образования. Директора трех школ города Калуги 2-й, 14-й, 11-й получили уведомление о расторжении с ним трудового договора. И вопрос решается об их увольнении. Поэтому сейчас, на сегодняшний момент, приказ об их увольнении еще не подписан. Поэтому преждевременно говорить об окончательном решении. Принят со второй попытки. Это продвор на улице Гурьянова. Комиссия по приемке дворовых территорий оценила территорию 59-го дома. Ночной ливень накануне пришелся очень кстати. Во время первой проверки, которая была 24 июля, Жители не устраивало скопление воды после дождя и отсутствие водоотводного валика с дороги. Ко второй проверке недостатки устранили, и теперь жители довольны результатом ремонта. Была разбить дорогу полностью. Невозможно было ни проехать, ни приковать, то есть на машину поставить. То есть на машину стало намного лучше, естественно. Во дворе установили новые бордюры, старый асфальт сняли, автоукладчикам выложили свежий, гарантию на который подрядчик дает 5 лет. Комиссия по приемке дворовых территорий инспектирует около 6 домов в неделю и отмечает в этом году положительные перемены. В этом году стали качественнее делать дворовые территории, потому что требования стали жестче, и жители стали тоже вносить какие-то изменения, поправки схемы. Поэтому в этом году дворовые территории намного лучше и качественнее, чем в прошлые годы. Где-то работы не то, чтобы ведутся не в срок, они ведутся вообще. На носу отопительный сезон, однако первые итоги в этом направлении оказались неутешительными. Эта тема обсуждалась на последнем заседании областного правительства. Зима ожидается ранней. Глава региона рекомендовал тщательно проверить все объекты области. С похожей просьбой обратился и калужский городоначальник Константин Баранов к правоохранительным органам. Существует необходимость проверить управляющие компании, на работу которых поступает больше всего жалоб. По проблемным адресам проехалась наша съемочная группа и выяснила, что в отдельно взятых домах подготовки к зиме как не было, так и нет. Общежитие на Глаголево-10 – наглядный пример многолетнего коммунального беспредела. Два года назад опеку над пятиэтажкой взяла управляющая компания «Калуга-заказчик». Но перемены не наступили. Дворника жильцы так и не увидели, на подъезды без слез не взглянешь. Полы гнилые, в окнах дыры, штукатурка осыпалась, в несущей стене трещины. О состоянии коммунальных систем говорить не приходится. Ремонтную бригаду в доме жильцы видели лишь однажды. Нам здесь поменяли стояки канализационные, и у нас сразу же забилась канализация в этот же день. И две недели мы здесь сидели без воды, без канализации. И мы тут обзвонили просто всех, кого можно. Но в первую очередь в управляющую компанию звонили, придите, исправьте. Они нас, грубо говоря, послали. В итоге оказалось, когда они меняли стояки, они вот эти старые трубы чугунные разбили, осколки нападали в самый низ, и там все забилось. Таких общежитий в Калуге много. Фонд аварийный. На ремонт нужны огромные средства. Но проблема не только в деньгах. Как нам не трудно с вами, но этот жилой фонд надо забирать. Мы не можем людей оставить, потому что я вижу, что эта компания Калуге-заказчик, она вообще на протяжении длительного времени вообще не подходит даже к жилому фонду. Куда деньги-то уходят? Одни жалобы. Сейчас мы опять готовимся к зиме. Хоть один дом у них готов к сдаче или нет? Нет, не готов ни один дом. Недавно открылся вопиющий факт. Большинство муниципальных общежитий в городе десятилетиями не готовились к зиме. А в некоторых домах подвалы до отказа забиты мусором. Это вы с подвал чистите, да? Да, 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 с подвала. Весной новому руководству муниципальной управляющей компании по московскому округу достался жилой фонд на 95% аварийный. Чтобы вернуть потерянное доверие жильцов, пришлось постараться. На данный момент очищено 30 подвальных помещений. На данный момент было выполнено порядка 80 ремонтных работ по кровлям. Также сейчас готовится капитальный ремонт систем центрального отопления. Материал уже нами закуплен. И в этом году, до 1 сентября, мы должны выполнить план, который нам был поставлен. Пока одни коммунальщики исправляют ошибки бывших коллег, другие открывают войну за финансы жильцов. Компания «Управдом» еще весной утратила юридическое право на обслуживание домов и взимание платы жильцов. Но передавать документацию и ключи от технических помещений, сменившей ее компанией муптеплосеть, управдомовцы не торопятся. Развешивают листовки, собирают митинги. Людям непонятно, потому что со стороны управдома проводится активная работа. Они проводят собрания на наших домах, сеют информацию ложную, что муниципалитет незаконно провел конкурс. И что до сих пор управляют этими домами управляющая компания. Не управляет. Технические помещения и документацию работники муптеплосети законно изъяли в присутствии участкового. В ходе ревизии обнаружили пару затопленных подвалов. В одном недосчитались насоса, отвечающего за подачу воды на верхние этажи. Полная стоимость комплекта более 100 тысяч рублей. Письмо в прокуратуре написано по данной факте. И в полиции. Просто разобраться. Поручение калужского градоначальника разобраться в самодеятельности управдома. Заодно внимательнее присмотреться к целому ряду сомнительных управляющих организаций. Написаны письма в жилищную инспекцию по проверке данных управляющих компаний. Муниципальный контроль, который у нас работает на территории города. А также в правоохранительные органы. То есть это прокуратура, милиция. По компании управдом уже начал работать ОБЭП, которые проверяют законность взимания платы. То есть уже следователь с нами выходил на связь, мы предоставляем документы. То же самое предоставили документы и в прокуратуру, и в МВД. Контролировать деятельность управляющих компаний должны и сами жильцы. Проверяя отчеты, сметы, акты и платежные документы. Не идут коммунальщики на контакт, собственники могут обратиться в управление ЖКХ, в жилищную инспекцию, в прокуратуру или сменить управляющую компанию. Эксперты утверждают, заставить работать честно управляющую компанию жильцы могут. Вот только большинство из них не желает ввязываться в споры с коммунальщиками. Предпочитает жить по принципу «моя хата с краю» и платить за несуществующие услуги. Наталья Жилина, Андрей Бодрышев, телекомпания НИКТВ. Уже традиционная проблема, которая требует также срочных мер, это мусор. Его утилизация в областной столице становится все более проблемной. В следующем году истекает срок лицензии Ждамеровского полигона ТБО. Куда в будущем вывозить отходы, еще до конца не определились. Но у Константина Баранова уже есть идеи. За последние два месяца нами совместно с экологическим сообществом подобрано пять участков. Это в районе деревни Аргунова, Муратовский карьер, в районе поселка Муратовский щебзавод, в районе поселка Куровской, в районе деревни Ильинка и в районе поселка Мстихино. Все эти пять адресов на сегодняшний день отрабатываются. Целая эпоха в одной комнате. В Тихоновой пустыне завершается работа над диорамой Павла Рыженко «Великое стояние на реке Угре». Военные художники студии имени Грекова вносят последние штрихи. О запахе и даже вкусе полотна расскажет Светлана Азатова. Как жили русские воины в ополчении времен Великого стояния? Какую пищу ели? Каким воздухом дышали? На все эти вопросы можно будет получить ответ на открытие диорамы. А пока работа по воссозданию жизни русских воинов только ведется. Ощущение огня будет создавать, во-первых, дым, который будет идти из кузни. И сам холст в районе кузни, в некоторых местах, особенно печь, где кузнец ударяет по мечу, будет светиться и создаваться впечатление, что там действительно что-то горит. На диораме представлена целостная картина быта. Здесь можно не просто увидеть котел, в котором будет готовиться пища, но и ощутить запах отдымящегося казана. Но и это еще не все. Люди, кони, кузни, обед – все это сцены и жизни полевого стана русского ополчения. Маленькие коробочки с настоящим запахом помогут зрителям переместиться во времени. Это арома-машина, в которой вставлена вот такая вот жидкость с запахом. Конкретно этот запах – это запах конюшни. Еще будет один запах – будет запах свежей, скошенной травы. Рельеф местности уже сформирован, нанесен первый темный тон. Он создаст ощущение сырой и листой грязи. Следующий этап – придать ему цвет осенней травы. Слоев будет где-то три слоя. Потом еще лисировка маслом. Сейчас это второй тон – умбра. И будет еще где-то три слоя. Лисировка – это древний метод, который используется в иконах и в росписях. Когда следующий слой не полностью прикрывает предыдущий, и получается, что видно сразу несколько слоев. Кроме объема, нужно еще и грамотно выстроить перспективу. Постоянно отходить нужно для того, чтобы плоскость бочки, которая на холсте, и бочки, которые мы поставили на предметный план, были одинаковые. Для создания однородного цвета предметов переднего плана с полотном необходимо бочки затонировать. Всякая война захватывает в свою воронку тех, кто не помышляет о конфликтах. Вот на полотне изображена маленькая девочка. Это образ русского человека, у которого нет злобы к своим врагам. Она несет пищу пленным. В память о погибших Рыженко хотел установить на диораме и лампадку. Его замысел уже начал воплощаться. Она сейчас тоже в таком полудоделанном состоянии, потому что вот сейчас мы как раз занимаемся электрикой сегодня, и уже будем подключать ее так, как необходимо. Все работы по воссозданию великого стояния на угре в диораме Павла Рыженко уже подходят к заключительному этапу. Всего несколько штрихов, и композиция будет завершена. А вот о всех секретах большого проекта зрители узнают лишь на ее открытии. Светлана Азатова, Нана Кумилашвили, Роман Митрошкин, Валерий Грещенко, телекомпания Ника ТВ. Наша телекомпания готовит фильм о том, как воссоздавалась диорама, и как работал Павел Рыженко над своим последним проектом. Ополчение светлого воинства – так будет называться наш специальный проект, который выйдет в эфир в начале сентября. Калужской областной филармонии может быть присвоено имя. Кандидатуру Серафима Туликова обсудили за круглым столом работники культуры, краеведы и общественные деятели. В этом году исполнилось 100 лет со дня рождения великого композитора. В память о выдающемся земляке в Калуге уже названа вторая музыкальная школа. В юбилейный год почетное имя присвоили скверу у железнодорожного вокзала, решается вопрос с одной из калужских улиц. Также в день города в сквере при областной филармонии будет установлен бюст композитора. Логичным продолжением, а также грамотным маркетинговым ходом станет присвоение его имени и музыкальному учреждению, отмечают авторы идеи. Позицию против в ходе обсуждения отстаивал руководитель областной филармонии Вадим Прикладовский. Когда присваивают филармониям имена Глинки, Чайковского и так далее, то подчеркивают этим присвоением именно филармоническую сторону работы концертной организации и делают таким наименованием смысловой акцент на наиболее серьезных и сложных музыкальных жанрах. В симфоническом, оперном и тому подобное. Туликов замечательный композитор, но пока, надо признать, Калуга не родила композитора уровня Мусоргского и Вагнера. И, может быть, надо немножко подождать. Разделившиеся мнения будут переданы на рассмотрение Министерства культуры и туризма. Вердикт обещают вынести в ноябре. А пока областная филармония готовится к встрече молодежного симфонического оркестра. Выступление виртуозов 9 сентября наша телекомпания будет транслировать в прямом эфире. Мы очень долго работали над формированием этого коллектива. И, наконец-то, первый концерт состоится 9 сентября. Очень важно, чтобы в мире и классической музыки, и культуры, и искусства также знали регион и Калужскую область, как его знают, по экономическому чуду. Надеемся, что у нас получится сделать и культурное чудо тоже в Калуге. Мы всех приглашаем 9 сентября. Стоится первый концерт молодежного симфонического оркестра. В программе будет, конечно же, музыка русского композита Петра Ильича Чайковского. Так что мы вас всех ждем, дорогие калужане. Ну и в завершение немного о приятном и сладком. Отведать и запастись на зиму самым сладким летним лакомством приглашает калужан на площадь Старый Торг. Медовый спас пчеловоды со всех районов области привезли плоды своего труда. Многие из них сетуют, что засушливое лето сказалось на количестве урожая. Ожидали большего, но и этот результат нельзя назвать плохим. 500 тонн меда, 90% из которого получено на личных пасеках. С раннего утра свой товар предлагают более 70 продавцов со всех районов области. Ярмарка продажа проходит в Калуге уже в десятый раз. За это время калужане выучили не только цены, но и места, где это сладкое угощение, по их мнению, вкуснее. И целебный, помогает нам, мы пьем его так постоянно, так лечим с ним, как бы. И у покупателей продается у нас время постоянно, очень хороший. Считается, что именно в медовый спас, который знаменует начало Успенского поста, разрешается пробовать новый урожай. По преданию, после 14 августа пчелы начинают делать неправильный мед. Пчеловоды уверяют, продукт они привезли правильный, целебный и хватить его должно всем. Ярмарка завершит свою работу 19 августа. Одновременно с Калужской ярмарки открылись в Медыне и Обнинске. И это все, о чем я и мои коллеги хотели рассказать вам сегодня. Запомните эту неделю такой, увидимся на следующей. Хороших вам новостей, берегите себя и до встречи на Нике. Редактор субтитров А.Семкин